Приветствую вас! Давайте для начала с вами просто посмотрим то, что вы написали. Вы пишите, два года, я боюсь замужем. Соответственно, два года назад, когда это началось, что-то произошло. Что именно, в каком момент это началось, нужно исследовать. С ним случится что-то плохое. Что это значит для вас? То есть, что значит для вас вероятность того, что с ним может случиться что-то плохое? Именно для вас. Что это значит? Ну ведь, значит же что-то, правильно? Вы боитесь остаться одна, например. Вы боитесь его потерять или что-то еще. Подумайте. Дальше. Обращалась к психиатру. Поставлен диагноз тревожное расстройство. Хорошо. Что диагноз поставлен, а какое назначено, какие назначили лекарства? Какое лечение назначено, помимо лекарств еще. Ведь, одних лекарств мало, нужна еще и психотерапия обязательно. Лекарства только создают условия для успешной психотерапии. Дальше. Пила лекарства и что потом прекратила резко сама? Почему? Почему именно сами, почему сами вообще, как бы, разве можно прекращать принимать препараты, которые вам выпил врач самостоятельно? И почему именно через полгода? Смотрите. А дальше. Значит, начнем мы с вами, пожалуй, с вашего диагноза, который представляет из себя тревожное расстройство. Тревога, это, по сути, подавляемые и неверно реализованные желания ваши и чувства. То есть, тревога возникает тогда, когда человек понимает, что что-то не так с ним, что-то вокруг него происходит неверное, и нужно что-то менять, но менять всего ряда причин не хочет, думает, что не может, или чего-то боится. Так что тревожное расстройство, как и ваша тревога, за мной же продиктовано с вашими собственными желаниями, которые нужно исследовать, которые нужно реализовывать и идентифицировать. Вот. В этом контексте, в этом контексте, в контексте повышения эмоционального интеллекта, я бы рекомендовал вам почитать книжку такую, которая называется «Практикум по гистантерапии». Значит, Федерико Первое, прочтите эту книгу в качестве начала исследования своих чувств. Это очень хорошая книга. Дальше уже можно будет заработать. Следующий аспект, да, следующий аспект, это страх за вашего мужа. Как и в общем-то любой страх, он всегда связан с тем, что человек себе запрещает. То есть, вы себе сами что-то запрещаете, вы себе сами что-то не позволяете. Вот. И через свой страх, то есть, страх это получить желание от того, что под запретом. Вот. Оттуда, соответственно, и навязчивые мысли возникают. Вот это вся история. Поэтому исходить здесь, я рекомендую вам именно из этого. Ну, в первую очередь. Из того, что для вас означает вот этот вот самый страх. То есть, чего вы боитесь? По факту. Чего вы боитесь? Что стоит за это? Чего вы хотите? Что вы представляете себе? Вот вы представляете себе, что, например, с вашим мужем что-то случится. Хорошо. Значит, что вы тогда будете делать? Что вы будете делать? Что вы будете чувствовать? Как вы будете, ну, себя чувствовать? Вот. Это всё очень важный момент. Потому что, потому что, ну, как я уже сказал, да, что вы боитесь именно потому и только потому, что, значит, вы подавляете в себе свои желания. И я, в общем-то, понимаю, что вам, возможно, возможно, неприятно будет флешить подобные вещи. Вот. Я понимаю, что вам, возможно, будет неприятно это флешить. Но лучше будет, если вы это примете здесь и сейчас, чем, ну, например, будете дальше продолжать находиться, например, в иллюзиях относительно того, что вы действительно боитесь, ну, того, что боитесь и действительно не хотите того, чтобы это случилось. То есть нужно правильно понимать, да, то есть я надеюсь, что вы правильно понимаете сейчас, что я не говорю, я не говорю о том, что вы хотите смерти, например, своего мужа, или чтобы он заболел, или что-то ещё, нет. Но поскольку наши желания изначально слепы, они слепы всегда, то вы просто хотите до того, что для вас является, является, ну, скажем так, самым, может быть, актуальным на данный момент, может быть, понимаете, самым важным на данный момент, вот, то есть вот это всё, вот это всё требуется выяснить в первую очередь. И уже потом, после того, как это будет выяснить, после того, как это будет выяснено, с этим можно будет что-то делать. А, то есть можно будет выяснить, например, почему возник запрет на реализацию этих желаний. Почему этот запрет появился только два года назад, вот. То есть всё это нужно исследовать. Вообще для психологов именно, для психологов, вы написали как-то, ну, очень мало информации о себе, вот. И хотелось бы всё-таки больше узнать о вас и о вашем муже. Возможно, возможно, я ещё раз подчёркиваю, что это возможно. Я не утверждаю этого наверняка, я не знаю этого наверняка, но я говорю, что это возможно. Возможно, что ваш муж вас как-то принижает, лишает, соответственно, свободу. Ну, и что-то, что-то, что-то ещё. Вот. Чего-то ещё. Он вас, возможно, лишал. Если это так, то... Вот ещё один мотив. Мотив. Хотеть. Чтобы он перестал это делать. То есть, для решения вашей проблемы, вы, кстати, не задали свой вопрос, нужно происследовать все эти аспекты. И вот в результате вы получите полную картину того, что происходит. И получив полную картину того, что происходит, вы сможете для себя решить, что делать дальше. Возможно, вы решите оставить всё, как есть. Ну, в плане того, что, да, вот. Ну, что... Мужчина, вот он, там, делает что-то, да. Скажет, ну ладно, ну делает, хорошо. Я его люблю таким, не хочу его, не хочу, например, его, там, менять, допустим. Да, не хочу менять, там, грубо говоря, я не буду. Вот. А может быть, вы решите, как-то по-другому поступить. Кто-то, никто знает. В любом случае, тревожные расстройства возникают не на плохом месте. Вот. И... Я бы не рекомендовал вам, о-о-о, заниматься, о-о, самолечением. Вот. Потому что, ну, всё-таки, самолечение, да, это не то, что может вам, как-то помочь, да, и так далее. Вот. Я, всё-таки, рекомендовал бы вам заниматься именно с профессионалами. Вот. Тем, что происходит. Вот. Это, на мой взгляд, очень, 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 очень важно, если вы хотите с этой ситуацией справиться, вот. Ну, опять же. Опять же. Опять же. Опять же. Да? Опять же. Скажем, как. Что он... Что значит справляться с ситуацией? Да? Что значит справляться с ней? Справляться, значит, не подавлять её. Да? Не подавлять. А справляться, значит, уметь, грамотно, грамотно её раскрыть. Поэтому, основная цель нашего с вами взаимодействия именно в том, чтобы раскрыть, что стоит за вашим тревожным расстройством. Какие стоят проблемы за ним? И готовы ли вы эти проблемы решать? Если готовы, то мы, правда, с вами поможем. Если нет, значит, вы будете продолжать заниматься самолечением, где результат будет очень непредсказуемый. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи вам. Субтитры сделал DimaTorzok